итак мы дальше продолжаем и следующий параграф пророк салсалям подчеркнул что поклонение человека обратите внимание что такое поклонение человека это связь человека со Всевышним казалось бы сама цель существования человека потому что Аллах это подчеркнул сказал же я создал джиннов и людей лишь для того чтобы мне поклонялись это сама цель создания человека но даже поклонение множество поклонения никак не помогут человеку в том случае если у него дурное отношение к соседу на весы поставлены с одной стороны благочестие праведность то есть множество поклонения на другую чашу весов поставлено что дурное отношение к соседу так вот левое правое ничем не поможет левому то есть человек в любом случае понесет наказание и хадис от Абу Хурейры передано пришел некий мужчина и сказал о посланник Аллаха поистине такая то то есть речь идет про женщину говорят о том что она очень много совершает намаз очень много постится очень много дает милостыню казалось бы да постится молится садака дает и тогда однако при этом при всем эта женщина досаждает своим соседям как обычно это бывает чем языком своей что-то говорит гадости какие-то то есть на весы поставлено одно и второе что сказал пророк салсалям очень коротко хия финар она будет аду то есть она будет отвечать за это в аду не поможет ей это поклонение множество поклонений она будет гореть в аду за это и далее этот же мужчина сказал о посланник аллаха поистине такая то женщина упоминают о том что она мало постится мало дает садака мало совершает намаз и и она дает в качестве садака нечто недорогое недорогостоящее аллахвар бил акт имеется ввиду узбеки же делают курд засушенный лебан засушенный да как это будет пара по-русски курд но в общем курд тот кто знает то есть кислые кислые остатки молока скажем так уаляту виджирана били сани и при всем этом она не досаждает своим соседям своим языком на что пророк салсалям сказал ге фельджанна она в раю хадис приводит ахмат известный хадис альбани отнес к числу достоверных посланник аллаха что говорю мы этот хадис приводили ранее джибири иль непрестанно мне заповедал хорошо относиться к соседу до тех пор что я уже чуть ли было не подумал о том что он сделает его одним из наследников то есть возвысит его статус положения в ранг наследника наследники мы знаем да вы в исламе имеет особенный статус аллах наделил их этим статусом и они перечисляются в суре 4 в начале этой суры расписывается кто имеет право на наследство так вот что примечательно основываясь на этом хадисе и на других хадисах ученые в частности ибн хаджар аль аскаляне толкователь сахи иль-бухари что он говорит он говорит восьму лжари яшмилю аль-муслима валь-кафир само понятие сосед оно включает себя как верующего мусульманина так и неверующего валь-абид валь-фаси как поклоняющегося аллаху так и нечестивца грешник воссадык валь-аду как друга так и врага недруга валь-гариб валь-баляде чужестранца то есть не из местности и местного валь-нафа валь-дар и того кто с числа соседей может быть полезным человеку как сосед и того кто наносит вред то есть тот факт что человек сосед ваш наносит вам вред не лишает его статуса соседа это имеется ввиду валь-кариб валь-аджнаби и тот который родственник и тот который не родственник чужой валь-акрабу даран валь-абад и тот который живет рядом и тот кто живет чуть вдали то есть любой человек из перечисленных независимо от положительного или отрицательного качества первым упоминалось там как правило положительное качество он сосед вот что важно потому что многие могут подумать а он там допустим не мусульман он не мой сосед нет ни в коем случае и смотрите да вот это глубокое понимание которое к сожалению отсутствует многих мусульман дальше что он говорит ибн хаджи то есть у соседа есть статус вот этот соседа он может быть высокий по степени и низкий то есть человек как сосед по статусу перед вами то есть в том смысле что он будет заслужить вашего хорошего отношения к нему добрососедство то есть он будет выше в зависимости от того сколько этих качеств положительных в нем больше то есть чем больше этих плюсов то есть если он мусульманин поклоняющийся приносящий вам пользу что мы упоминали ваш друг тем более ваш там родственник и так далее вот эти качества до который мы упоминали то есть чем их больше тем больше он по статусу и наоборот то есть наоборот тоже чем меньше минусов тем статус его ниже фык на понимание этого всего дела человек должен мерить это соизмерять ценить это это имеется в виду и как сообщение говорится которая приводит кстати говоря и ибн кассир своем то в сирии ибн хаджар своем толковании и говорю сообщение потому что это хадис слабый упоминается о том что это другая градация что сосед может быть и мушрика то есть у него тут данном случае одно право то есть он просто сосед даже муж не имеющий родственных связей ничего это может быть сосед мусульманин у него уже два права не просто сосед он еще и твой брат мусульманин и третий он может быть соседом мусульманином родственником то есть у него уже три права накапливается сосед мусульманин да еще и родственник посланник аллаха салам отнес наличие доброго соседа к фактором который может принести счастье человеку тоже интересный момент нафа ибн абдул-харис передает посланник аллах сказал из счастья человека аль-джару салих первым упомянул здесь праведный сосед аль-маркабуль аль-гани хороший хорошее животное верховое и широкое жилище просторное жилище то что может принести человеку счастье ахмад приводит достоверный хадис саат ибн абу вакас передает посланник аллах сказал арба у меня сяда четыре вещи приносит счастье человеку аль мар ату салиха праведная жена аль маски ноль вася просторное жилище уль джару салих праведный сосед уль маркабуль ани хорошие верховое животное у арба у меня щекала и четыре вещи приносит несчастья человеку аль-джару ссу плохой сосед дурной сосед уль мар ату ссу плохая женщина имеется ввиду жена уль маски нубой дик тесное жилище уль маркабу ссу и плохое верховое животное непослушное там и так далее хадис приводит хаким и он хасан хороший приемлем более того посланник аллах ассалям искал защиты у аллаха от дурного соседа важно это важно что он говорил если бы это не было столь важным в жизни человека то есть просто сам не искал бы защиту аллаха не делал бы этого дуала и просто сам говорил аллаху ма иня ауду бика мин джарису фидарил макама файна джарил бадятая тахавваль о аллах поистине я ищу защиты у тебя от дурного соседа в том месте где я постоянно живу ведь поистине сосед в пустыне может меняться имеется ввиду если человек путешествует в пустыне остановился на привал то есть может быть один сосед может быть другой сосед там и так далее отображает реалии бедуинской арабской кочевной жизни в те времена и он велел своим сподвижникам чтобы они искали защиту аллаха от этого он говорил ищите защиты у аллаха от дурного соседа в том месте где вы постоянно живете ведь поистине сосед в пустыне меняется может измениться а там где вы постоянно живете он естественно как правило не меняется он надолго приводит носа и этот ходить также хасан хороший приемлем и посланник аллаха салам указывал сподвижникам на то на что это абдуллах бы намр передает посланник аллах салам сказал лучшие собратья пред аллахом это те кто лучше из них всего относится к своему собрату и лучшие соседи пред аллахом это те кто лучше всего относится к своему соседу добрососедство делает человека лучшим возвышает пред всевышний лучший к соседу имеется ввиду что что он заботится о нем во всех смыслах этого слова если морально и материально физически насколько может и на сверху делают проявляет искренность дают советы и так далее и обратите внимание добрососедство не заключается лишь в том чтобы не вредить соседу это понятно что вы так и так если вы вредите соседу то вы уже лишены этого статуса имеется ввиду не просто что вы хорошо относите а еще имеется ввиду что не дай аллах он к вам плохо относится что вы проявляете собор терпение что нужно быть мягким отвечать добром на добро это соответственно это все относится к признакам добрососедство первым пытаться поприветствовать соседа то есть вы увидели не просто там взяли там холодно там посмотрели кивнули махнули а еще хуже вообще не обратили него нет первым начинаете приветствовать посещаете когда он заболел если случилась с ним беда что делаете высказывайте свои соболезнования поздравляете если у него какое-то радостное событие естественно в рамках шариата если у него радость разделите с ним эту радость не обращать внимание на его какие-то там недостатки промахи может плох плох плохое какое-то поведение ошибки и так далее естественно не смотреть на то что нельзя смотреть может это же соседи мало ли имеется ввиду на женщин нас тем более это было актуально в те времена ладно сейчас если можно оградиться заборами высокими там и так далее оберегать дом то есть быть внимательным к дому если его нет дома быть добрым к его детям если речь идет о мусульманине который там халатно относится к каким-то вещам в религии призывать его исправлять его и так далее если не мусульманин то соответственно призывать его к религии Аллаха кстати говоря пример хорошего соседа может быть очень ярким даватом очень ярким призывом к исламу ведь как я уже в прошлый раз говорил в призыве важно не то что мы рассказываем а то что мы показываем именно в отношении к соседях мы можем это демонстрировать очень важно интересный случай аиша тоже такой практический аиша спросила о послании калаха у меня две соседки два соседа двое соседей какому из них мне подарить то есть она что-то хочет подарить поделиться с чем-то кому на что послание калаха сказал ИЛЯ АК РАБИХИМА МИН КИБАБАН ТОМУ ЧЬЯ ДВЕРЬ БЛИЖЕ К ТЕБЕ этот хадис приводит Бухари то есть мудрость в чем заключается мудрость заключается в том что если человек что-то там варит или что-то ему привезли там и так далее то есть ближний сосед дверь которого ближе к вам он скорее всего это увидит он скорее всего почувствует запах там я не знаю вкусной еды еще чего-то то есть если есть возможность поделиться вы хотите поделиться что относится к добрососедству то в первую очередь заслуживает именно тот чья дверь ближе к вам и примечательный момент то о чем я говорил в самом начале ученые интересно же да ученые на уровне ученых на уровне масхабов есть разбор деталей то есть где же вот эта граница кто считается соседем кто относится к соседям обратите внимание шафииты ханбалиты сказали что граница соседства заканчивается на сороковом доме то есть во все стороны то есть 40 домов от вас вот это все ваши соседи это мнение в шафиитском хамбалитском масхабе и они приводят в качестве хадиса который слабый право соседа сорок домов то есть это сообщение хадис слабый но они его берут во внимание и на основании этого такой хуком выносят то есть малекиты говорят что сосед это тот кто живет рядом со всех сторон ну один дом имеется ввиду с этой, с этой, с этой либо же там через улицу то есть рядом мулясок рядом, совсем рядом то есть нету между домом и домом какой-то огромной территории то есть если есть между домом и домом рынок там даже это разбирается если есть река по ту сторону реки то уже как бы чисто юридически с точки зрения исландского права то есть у него нету этого статуса соседа то есть интересно правда ведь либо же то есть другой критерий они ставят либо же те которые молятся в одной мечети то есть рядом тоже такой критерий ставят ну раньше это было много мечети было то есть в мусульманских странах вот Абу Ханифа что он говорит Абу Ханифа говорит что сосед это тот кто живет именно рядом в принципе как и Маликиты в первой части критерий которые ставят то есть тот кто непосредственно вот рядом то есть у кого общий забор можно так сказать Ибн Хаджар что говорит разногласят ученые относительно того где заканчивается соседство от Али упоминают следующее если кто-то услышит призыв на обращение имеется ввиду на помощь наверное еще чего то он твой сосед то есть на расстоянии услышать критерий этот ибо другое мнение тот кто помолился с тобой молится с тобой совершает с тобой утренний намаз в мечети он твой сосед более близким более верным же является то есть понятие соседства возвращается непосредственно к быту и традициям. Как принято в вашем селе, в вашем регионе, кого считает соседом. Если есть какие-то внутренние критерии того, кто есть сосед, то это принимается. И на это указывает Ибн Кудама. Он говорит Сосед это в общем, тот, кто вблизи от тебя. То есть относительное понятие. И в этом вопросе возвращается к урфу. То есть к тому, что установлено в конкретном регионе. Посланник Аллаху побуждал, чтобы люди, соседи, те, кто друг другу являются соседями, друг другу давали что-то, дарили что-то, делились и так далее. Даже если это нечто там незначительное. То есть нечто там может показаться неважным. Абу Хурейра от пророка с овцем передает, что пророк с овцем обращаясь к женщинам сказал, о женщины-мусульманки, ни в коем случае не презирайте свою соседку. То есть не посчитайте никчемным. в отношении своей соседки, даже если речь идет о копыте овцы. Форосн-ща. То есть копыта овцы имеется в виду, что такое там. Это не мясо там, ничего. Никчемное что-то. То есть здесь примечательно, что толкователи хадиса говорят, имеется в виду, как тот, кто дарит, то есть можно хадис понять двояко. То есть не презирайте в отношении к своей соседке. То есть можно понять, что имеется в виду, речь идет о том, о той, кто дарит, и о той, кто получает в дар. То есть из самой формулировки хадиса можно извлечь это понимание. Суть к чему сводится? Суть сводится к тому, что здесь побуждение. Побуждение к тому, чтобы дарили друг другу. Это располагает сердца, сближает. То есть вызывает симпатию, любовь, хорошее отношение и так далее. И обратите внимание, он здесь выделил, то есть пророк выделил именно женщин. Потому что женщины обычно что это хромает у них. То есть они могут посчитать типа а зачем? Да. Пророк заповедал о том, чтобы отдельно, если что-то вкусно и готовится в доме, чтобы не забывали про соседей. От Абузарра передается. Посланник Аллах сказал О Абузарр, если ты варишь марака, суп какой-то там, побольше пусть будет водички. И не забудь про соседей. Дай соседям, поделись с соседями. Приводит муслим, другой версии поистине мой друг заповедал мне, коль я готовлю марак суп, приправу, чтобы я добавил больше воды, а затем посмотрел на дом своих соседей и поделился бимаруф. Настолько, насколько это принято. на самом деле, это отсутствует современной жизни. К сожалению, человечество настолько одичало, реально, если взять даже украинские реалии сейчас, поразмышлять просто, это может даже показаться диким. я сейчас сижу, думаю, приготовил я что-то, суп какой-то и взял, решил поделиться там супом. могут не воспринять. Из-за чего? Из-за того, что пошла деградация нравов, деградация нравственности, отсутствие вообще в принципе этих понятий. Я же и в прошлый раз говорил, человек вообще может даже не знать, как зовут его соседа, до тех пор вообще не знать, где он, что он, до тех пор, пока, как упоминал один из современных писателей своей книги лично современного, до тех пор, пока сосед не дай Аллах умрет и не начнет источать там запах его труб, он не будет знать вообще, что с ним. До чего докатилось на самом деле человечество? Оно до этого докатилось. А ислам к чему призывает? Вот и смотрите, сравнивайте. В другом хадисе от Ибнаббаса передано, что он слышал, как Проксов сказал, не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, в то время, как рядом его сосед голодный, и он знает об этом. Хадис приводит об аране, и он достоверный. Интересный случай по этому поводу, и он относится к чудесам пророка Салсам. Очень интересно. Хадис достоверный сразу говорю. Анас ибн Малик говорит, Ум Салим сказал, ступай к пророку Аллаха и скажи ему, коль ты посчитаешь это правильным, то есть, если у тебя получается у пророка Аллаха, приходи к нам на обед. и он пошел и сказал ему это, то есть, пригласил его на обед. Пророк Салсам, что говорите? А как быть с людьми, которые возле меня? Вы потом узнаете, сколько там людей было. Культу нам. То есть, Иоанна сказал, хорошо, пусть они придут. Не скажет же он пророку, нет, пусть не приходят те, кто с тобой. Ну, как вы понимаете, речь шла о том, чтобы пригласить только пророку. Соответственно, женщина, которая родилась этой идеей угостить пророка обедом, рассчитывала на какой-то размер еды, который был в доме. Факалин гаду. Пророк Салсам сказал всем, все, поднимайтесь, пошли, пошли в гости. Кенасу бен Малик. И он сказал, я пришел и зашел к Умсалиму. И я был в изумлении, в шоке от количества людей, которые пришли с посланником Аллаха. То есть, их было очень много. женщина в шоке. Она говорит, что ты сделал, что сделал, как быть. То есть, как накормить это количество людей. посланник, растапливать и копить это в бурдюках таких. Есть у тебя вот этот топленый жир. И они это использовали, видимо, как приправу. Грубо говоря, есть какой-то гарнир. И туда растапливали, наливали. И таким образом ели это. Она сказала, да. У меня есть вот этот бурдюк с топленым маслом. Там есть что-то. То есть, есть этот жир. Тогда посланник Аллаху сказал, принеси мне его. И она принесла. Посланник Аллаху развязал этот бурдюк и сказал Бисмиллях Аллахума Азим Фи Гал Баракя С именем Аллаха. О Аллах, увеличь Баракя Благодать. Факал Иклебига Он сказал, переверни бурдюк. Факал Лаптуга И я перевернул. Фа Асара Ганаби Аллах. Пророк Слав Слав начал выдавливать это. Ва Гуа Юсамми То есть при этом повторять с именем Аллаха, с именем Аллаха. Кал Фа Ахэтту Накадарин И Анас говорит Я взял то, что выдавилось и все это Фа Акала Минха Бидд'ун Ва Самануна Раджулям И все это хватило на то, чтобы наелись, поели восемьдесят с лишним мужчин. Восемьдесят с лишним мужчин. Фа Фадла Фихи Фадлюн И более того осталось. Комментаторы упоминают о том, что они использовали этот топленый жир на какую-то еду, то есть что-то было из еды еще. Какой-то гарнир, что-то было. Не просто они жир ели. И что-то осталось еще. Фадафа Ага И Ум Салим Факаль и пророк отдал то, что осталось Ум Салим и сказал Кулива Ат Айми Джираник Ешь сама и накорми своих соседей. Этот хадис приводит Ахмад и Шуайб Аль Арнауд относят его к числу достоверных хадисов. Вот такой вот вам интересный случай. Посланник И принимал приглашение соседей. Время намаза оказывается уже зашло. Да мы наверное уже говорим достаточно много и так понимаем. Уже 40 минут. Этот случай вы знаете он связан с Айшей мы уже приводили об отношении пророкса к своей семье к женам. Известный случай некий перс который жил недалеко от пророка он был известен тем что очень готовил вкусные супы приправы и вот он приготовил и пришел захотел именно угостить посланника он позвал посланника на что посланник сказал естественно этот хадис очень сильно нравится женщинам он сказал то есть имею ввиду Аишу ты же меня приглашаешь почему Аишу Аишу тоже пригласи то есть я приду с женой он сказал нет то есть он забоялся скорее всего было мало этого супа мало было приправы поэтому он хотел ограничиться только посланником тогда посланник сказал нет то есть не пойду один либо я пойду с женой Аишей либо вообще не пойду и он опять его пригласил он сказал а это имею ввиду Аишу а как же Аиша он сказал нет то есть тот кто приглашал этот перст на что посланник раз нет так нет я тоже не пойду потом он опять пришел пригласил Пророк Саусом опять сказал, а это Аиша, то есть в третий раз уже. Тогда тот, кто приглашался, сказал хорошо. Все они вместе, то есть Пророк Саусом вместе с Аишей встали и пошли к его дому. Это известный случай.